22 ноября 1893 года появился на свет соратник Сталина, большевик, рабочий кожевинник, долголетний член политбюро и секретариата ЦК ВКПБ, один из крупнейших советских хозяйственных руководителей, герой социалистического труда Лазарь Моисеевич Каганович. Он появился на свет в бедной еврейской семье. Он сам, как и его братья, пошли в революцию, стали большевиками. С юных лет Каганович вступил в ряды большевистской партии в 1911 году, когда ему еще не было даже 18. Он связал свою судьбу с делом Ленина, посвятив всю свою жизнь борьбе за социализм, за укрепление нашей советской родины, а прожил он долгую жизнь, ушел из жизни в июле 1991 года на 1998 году жизни. В его жизни случалось всякое. И борьба с оппозициями, и дружба со Сталином, и, к сожалению, активное участие в незаконных репрессиях, в нарушениях социалистической законности в 30-е годы. Но главное в нем было то, что все силы своей души, все свое горение, весь свой огромный организаторский талант и деловую хватку он отдал для развития советской страны. Партия кидала Кагановича на самые прорывные участки. Руководство Центральным комитетом ВКПБ в качестве фактически второго секретаря во время коллективизации. Дважды он возглавлял партийную организацию Украины и с железной рукой искренял украинских буржуазных националистов и их пособников. Был наркомом путей сообщения в предвоенный и военный период. Ходил в Государственный комитет обороны. Был заместителем, а затем первым заместителем председателя Совета Министров. Отвечал за жилищное строительство. И то, что рабочих интеллигенцию в нашей стране начали переселять из бараков и подвалов в жилье в 50-е годы, это заслуга в первую очередь его, как первого заместителя председателя Совета Министров СССР и министра промышленности стройматериалов. Он курировал эту сферу. Точно так же Каганович стоял в 55-м году у истоков пенсионной реформы, возглавляя одновременно Госкомитет по труду и социальным вопросам, став его первым председателем Союзного Госкомитета по социалке. И то, что пенсии наши, которые отняли Путина Медведева в 2018 году, даны были советской власти при активном участии Кагановича, навсегда оставит его в нашей благодарной памяти. К тому же это был единственный член в Политбюро, который в годы Великой Отечественной войны не просто был на фронте, а был ранен в боях с немецко-фашистскими захватчиками, долго после этого лечился в госпитале, показав не только личное мужество и героизм, но и большой, внеся личный вклад в дело Организации обороны Северного Кавказа, в то, что немцы не пробились ни Грозенским, ни Бакинским, ни каким иным нефтепромыслом, не перерезали связи Советского Союза с Ираном, где находились тогда английские войска, и тем самым южный путь Ленд-Лиза. Безусловно, Каганович допускал политическую неаивность, когда поддерживал Хрущева, считая его поначалу честным коммунистом, но в 1957 году вместе с Молотовым, Маленковым, другими товарищами выступил против, проиграл, был выброшен Хрущевым из политики, исключен из рядов Ленинской партии, что очень тяжело переживал, но ни на йоту не каялся, не пытался умаслить Хрущева, либо его наследников, и твердо стоял на своем. Что это так, свидетельствуют мемуары Кагановича, его посмертные записки, опубликованные уже в 1990-е годы после его кончины. У Кагановича было немало учеников, немало людей он привел в большую политику, к сожалению, начиная с Хрущева. Таковым был и Леонид Ильич Брежнев, политическая карьера которого на союзном уровне началась опять-таки с подачи Лазаря Моисеевича Кагановича. Я думаю, что впоследствии, наблюдая деятельность Хрущева или Брежнева, он и сам переживал за свои кадровые ошибки, но невозможно прожить всю жизнь не ошибаясь. А главное в жизни Кагановича было то, что он был большевик, ученик Ленина, соратник Сталина, пролетарский революционер, крепкий советский хозяйственник, отец массового жилищного строительства, отец советской пенсионной реформы. И за это мы говорим ему с признательностью огромное спасибо.